МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Возложение цветов и поздравления ветеранов. В Сарове отметили День Победы. К юбилею Великой Победы в Сарове появился сад памяти. Вам, родные, Саров присоединился к всероссийской акции. Далее расскажем по всем подробно. Без торжественных речей, звуков военного оркестра и прохождение парадных расчетов и бессмертного полка. Праздник Великой Победы впервые в истории страны прошел в особом формате. 9 мая цветы к вечному огню возложили руководители города Ядерного центра. Но ветеранов не оставили без внимания. Командир Саровской дивизии поздравил их с праздником. Впервые за всю историю празднования Победы в Великой Отечественной войне у мемориала павшим на полях битвы было так мало народу. Режим повышенной готовности не позволил провести масштабное мероприятие в честь 75-летия со дня Победы. Но отдать дань погибшим на фронтах за свободу и независимость Родины – это простая человеческая потребность. Цветы к вечному огню возложили представители городской думы, администрации, ядерного центра, военного комиссариата Саровской дивизии. Не было торжественных речей, песен военных лет и парадных расчетов. Праздник Победы обязательно отметим шумно и ярко, но позже. А пока поздравления ветераны принимали на дому. 9 мая сотрудники Росгвардии вручили подарки участникам войны. Ветераны заслужили этот праздник. Они ценой своей жизни, жизни своих товарищей эту победу принесли. Поэтому мы просто были обязаны как-то отблагодарить и сказать им большое спасибо за их вклад в эту победу. Соблюдая меры безопасности в масках и перчатках, они навестили ветеранов. Подарили им бытовую технику, продуктовые наборы, цветы и передали поздравления от руководства Росгвардии. С праздником, с днем великой победы. В честь 75-летия Победы каждый ветеран получил особенный подарок – армейский вещевой мешок, в котором в годы войны лежали самые необходимые предметы. Солдат всю войну прошагал всегда своим мешком, с той фляжкой не расставался, в которой иногда болтыхался 200 грамм спирта, котелок, с которым он принимал пищу, какой-то ржаной хлеб, который был в обиходе кусочек сала, сахара. Несмотря на почтенный возраст, ветераны встречали гостей при полном параде, военной форме и с наградами. Для них 9 мая всегда праздничный день. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24. В городской думе подвели итоги дистанционной сессии. Депутаты поддержали внесение изменений в бюджет, который предусматривает оказание помощи предпринимателям, пострадавшим от пандемии. Также речь шла об отсрочке арендной платы за землю и пользование муниципальными помещениями. Восемь вопросов стояло на повестке дистанционного заседания городской думы. Основные решения были связаны с бюджетной помощью организациям и предприятиям, которые несут финансовые потери, либо участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Администрация будет их субсидировать из городского бюджета. Еще важное решение, которое было принято, это решение по отсрочке арендных платежей за землю и арендных платежей за пользование жилыми муниципальными помещениями, либо помещениями, которые арендуют предприниматели у муниципальных предприятий, переданным в хозяйственное ведение или в оперативное управление. Эта отсрочка предусмотрена указом президента. Решение согласовано с Министерством финансов Нижегородской области. Часть депутатов считает, что несмотря на принятую отсрочку, нужно оценить возможность льготирования этих платежей. Те выпадающие доходы с 2020 года, которые появятся в результате отсрочки арендных платежей, они составляют более 9 миллионов рублей. Поэтому они компенсированы в бюджете города из других источников. Ну а если как бы льготировать, то нужно будет уже компенсировать эти затраты 100% без возврата их в бюджет. Также депутаты приняли изменения в положение департаментов администрации и решения, связанные с выделением служебного жилья. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Почти 700 жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей в этом году. Чаще всего паразиты нападали на территории сел и деревень, на придомовых территориях и в лесах. Медики проверили более 600 клещей на наличие возбудителей инфекции. При этом у трех из них, выявленных на Бару, и в Блохнинском районе был обнаружен энцефалит. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Спасатели напоминают, что с начала апреля в Нижегородской области действует особый противопожарный режим. Запрещено посещать леса, жечь мусор на садовых и дачных участках, использовать территории гаражных кооперативов и садоводческих обществ для складирования сгораемых материалов и отходов. Нарушителей будут привлекать к административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности. Для справки, в Нижегородской области работает горячая линия, по которой граждане могут сообщать о возгораниях в лесу. Звонки принимают круглосуточно по номеру 8 800 100 94 00. Списки на зачисления в детские сады передадут в дошкольные учреждения. Приходить за путевками в департамент образования не нужно. Как сообщили в ведомстве, вперед с 18 по 20 мая заведующие сами свяжутся с родителями по телефонам, которые те указали в заявлениях о постановке на учет для предоставления места в детском саду. Также сотрудники дошкольных учреждений обзвонят тех, чьи дети достигли трехлетнего возраста и ждут перевода в другие детские сады. 21 мая в департаменте образования начнет работу горячей линии по вопросам приема в дошкольные учреждения. Звонки будут принимать по номеру 9 55 62. Детская школа искусств объявила набор ребят на следующий учебный год. В условиях самоизоляции идти никуда не нужно. Все действия можно совершить в режиме онлайн. На официальном сайте ДШИ в разделе «Поступающим» необходимо скачать бланк заявления, заполнить его и отправить на электронную почту. Более подробные информации можно получить по телефону 9 84 00. Режим нерабочих дней бьет и по владельцам компании, и по их сотрудникам. По данным Министерства труда и социальной политики, число безработных в России достигло 950 тысяч человек. В период пандемии многие сталкиваются с увольнениями или переводом в неоплачиваемый отпуск. Как быть работнику в такой ситуации? Вести деятельность предприятию нельзя, а зарплату сотрудникам платить надо. В этой непростой ситуации руководители компании, чтобы не обанкротиться, отправляют работников в неоплачиваемые отпуска или предлагают уволиться по собственному желанию. В последнее время выросло количество жалоб в связи с незаконными действиями работодателей. Чтобы защитить права работников, на сайте Минтруда появился специальный раздел для подачи жалоб онлайн. Инспектор по труду в Сарове в течение двух дней получает от прокуратуры разрешение на проверку и потом уже в организации разбирается с нарушениями. Можно позвонить и сразу в Саровский отдел трудовой инспекции по телефону 3-38-81. Инспектор по труду имеет право позвонить работодателю, запросить какие-то документы и потребовать даже по телефону объяснить ситуацию, которая сложилась на том или ином предприятии. И в данном случае сам инспектор может даже проконсультировать работодателя, как он может поступить, чтобы не нарушать или прекратить нарушать право работника, либо не нарушать. Во время режима повышенной готовности Анатолий Пославский консультирует саровчан по соблюдению трудовых отношений в качестве волонтера на горячей линии 9-77-77. По словам юриста, жалуются в Сарове на незаконные действия работодателя единицы. Большинство жалоб решаются на стадии подачи заявления. Сад памяти появился в сквере на пересечении улиц Садова и Павлика Морозова. Руководители города и ядерного центра, депутаты Нижегородского областного законодательного собрания и Думы Сарова, волонтеры Победы высадили 30 деревьев. Подробности далее. 30 новых деревьев появились в сквере 21-го микрорайона. Представители власти, студенты Сарфатеи, Союз «Сияющие звезды», воспитанники молодежного центра и волонтеры Победы присоединились к акции «Сад памяти» и посадили на аллее 24 клёна и 6 елей. Каждое дерево символизирует погибшего героя Великой Отечественной войны, который отдал жизнь ради светлого будущего потомков. Хочется, чтобы эта аллея украшала наш город, чтобы приносила радость людям живущим и напоминала о памятной дате 75 лет Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Участники почтили память погибших и выразили дань уважения ветеранам, которые остаются живыми свидетелями тех страшных событий. Международная акция «Сад памяти» проходит по всей России с 18 марта по 22 июня. Любой желающий может посадить дерево на своем дачном участке или во дворе частного дома. Те же самые молодые волонтеры совсем скоро обозведутся семьями, становятся счастливыми папочками и приведут малышей гулять и рассказывают, что вот эту девушку посадил я. Я думаю, что это замечательно. Я вот даже сейчас рассказываю, у меня мурашки бегут. Ради таких вещей стоит, я думаю, вот все такие вещи организовывать, чтобы это была память, чтобы это был символ, чтобы это были главные вещи, которые станут основами семейного воспитания. Ты будешь рассказывать это своим детям, и они, наверное, будут вырастать хорошими людьми. Отметить на виртуальной карте и разместить фото своего саженца с историей и изображением героя Великой Отечественной войны можно на официальном сайте садпамяти2020.рф. Там же можно получить электронный сертификат. Вся необходимая информация размещена в специальном приложении в социальной сети ВКонтакте. Нижегородская область присоединилась к всероссийской акции «Вам, родные». В рамках проекта добровольцы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и вручают им подарочные наборы. Накануне 9 мая к акции присоединился и Саров. Добровольцы развезли продуктовые наборы, цветы и сувениры по адресам, где проживают участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей и труженики тыла. Сергей Степанович здесь проживает. Здравствуйте. Не, не, мы заходить не будем. Мы вам в коне 9 мая продуктовый набор дарим. Да. Вот, держите. Спасибо. Спасибо. Света, товарищи, поздравляем вас. Ой, спасибо. Более 10 добровольцев вызвались разнести подарочные наборы бабушкам и дедушкам. Разносили продукты с соблюдением всех мер безопасности в масках и перчатках. Пакеты в руки не передавали, оставили на пол. В акции «Вам, родные» приняли участие сотрудники Департамента по делам молодежи и спорта, молодежного центра и активисты волонтерских организаций. Разводим продуктовые наборы, дарим цветы и флаги для акции «Окна победы». Красная рыба, свежие фрукты и овощи, молоко и консервы, конфеты и чай. Все это едва уместилось в два пакета. Хранить такой объем негде, поэтому продукты оперативно доставили адресатам. Праздничные продуктовые наборы саровским ветеранам раздали в рамках проекта «Вам, родные». Это одно из направлений всероссийской акции «Мы вместе», которая проводится на территории всей страны накануне Дня Победы. В период пандемии и самоизоляции ветеранам очень нужна наша поддержка. В эти предпраздничные дни ветеранам, участникам войны будут доставлены праздничные наборы. Доставка будет осуществляться с соблюдением всех мер защиты, для того, чтобы не заразить ни ветеранов, не заразиться самим. И я уверен, наши заботы и внимание будут ветеранам сейчас как нельзя кстати. Всего надо было доставить подарочные наборы в 69 квартир. Адреса распределили на три группы. Часть продуктов относили лично сотрудники социальной службы, потому что пенсионеры незнакомым не открывают дверь. Елена Грязкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. В группах «Канал-16» в социальных сетях мы спросили горожан, как в этом году они собираются отмечать День Победы. В акции «Бессмертный полк онлайн» собирались принять участие 32% опрошенных. Вариант «Почту память погибших минуты молчания» выбрали 19% пользователей. Посмотреть парад авиационной техники хотели 16%, пересмотреть фильмы о войне – 13%. Не собирались отмечать День Победы – 20%. В торговых центрах города прошла акция «Георгиевская ленточка». Как отмечают организаторы, ее главная цель – не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человечества. В этом году волонтеры раздавали символы праздника бесконтактным способом. Несмотря на пандемию коронавируса, волонтеры Победы все-таки решили провести акцию «Георгиевская ленточка». В этом году она проходит необычным способом. Волонтеры разложили все ленты на столе и рассказали ее историю на стенде. И теперь каждый саровчанин может подойти и взять эту ленту себе. Акция «Георгиевская ленточка» – это эстафета от прошлых поколений к нынешнему. Народная память и уважение к подвигам дедов и прадедов. И носить «Георгиевскую ленту» нужно правильно. Акция стартовала несколько лет назад впервые. Если не ошибаюсь, где-то у нас за Уралом начали в первый раз проводить ее. Ну и распространилась достаточно быстро на всю страну. Потому что символ узнаваемый, как бы там ни было. То есть совершенно четкое понимание, что символ это достаточно старый. То есть «Георгиевская лента» как таковая появилась еще во времена Екатерины. Ну и этот символ прошел, можно сказать, через два века. Ежегодно в Сарове волонтеры раздают до тысячи ленточек. Получить ее можно в торговых центрах «Куба», «Плаза» и «Атом». Более подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте Центра внешкольной работы. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах Канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы, расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго, берегите себя, оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова